И всем-всем привет народ, большое спасибо, что подключились и вы вновь на канале Starlight И мы продолжаем читать моби дико Я извиняюсь за то, что в предыдущей серии что-то как-то не получилось у меня в конце предыдущей недели Но как-то дела подзадушили и получилось вот так Но это ничего, важно, что мы продолжаем читать, продолжаем двигаться И в предыдущей серии у нас была такая длинная, обширная серия про великую армаду китов И это было просто, знаете, максимально исчерпывающе И эпично, и красиво, и грустно Про вот этих вот китов, которые вот реально как огромные стадо, я не знаю, буйволов морских Только намного гораздо-гораздо больше Вот, и я думаю те, кто читал, они прекрасно понимают вот это вот ощущение Что мы просто охотимся на вас У вас тоже свои там дети Свои, ну, какие-то мирниковые дела и так далее Но ничего личного, просто бизнес А еще в целом, знаете, я не ожидал, что мы так быстро уже доплывем до азиатских морей Потому что в предыдущей вроде главе конкретно пекот проплыл через ворота, скажем так Природные, ну там, в виде островов Ну вот это вот филиппинское, малайзийское, индонезийские моря Вот это вот И отсюда пойдет постепенно на север Где-то Малаос, Тайвань, Китай, Япония И это какое-то время продолжится Я думаю, если вы дослушали до этого момента Ну, в плане выпуска, вы уже давно поняли, что книга, она не про экшен Ну, то есть, как бы, экшен-моменты в ней есть Но скорее, ну так, эпизодически в основном Это именно такая вдумывательная энциклопедия моря, да? Каждый раз я про это напоминаю И каждый раз, ну, считаю нужным про это сказать Потому что, ну, мало ли Мало ли Тем более, что мы вот там, допустим, в Олимбусе все дальше и дальше Забираемся по пятой главе И там, понятное дело, накал событий абсолютно другой Хотя вайб вот этой меланхолии какой-то такой опасной этого моря Он, конечно, сохраняется Сегодня мы продолжим это дело И еще несколько глав прочитаем По моим расчетам, должны до девяностой главы добраться Очередная такая важная веха в нашем чтении И уже очень скоро мы доберемся до архивехи в сотую главу Тем более, что под конец главы будут прям вообще отлетать Ну, я полистал Ну, нормально Но до конца лета мы по-любому дочитаем эту книжку И у меня уже есть планы на будущее Относительно того, что будет потом Но Это не так уж и важно сейчас Давайте продолжать чтение А наша 88-я, получается, глава Будет называться очень забавно Непонятно опять к чему Потому что под... Ну, вот сейчас вот как-то в главах метафор стало дофига И вроде прочитаешь название И не поймешь к чему это Поймешь только потом, как прочитаешь Так вот Глава называется Школы и учителя Что, блин, кого он? Там были в начале отсылки, что Вот, школьный учитель становится моряком И это довольно резкий переход Может быть, сам Измаил Кем-то был вроде того И были какие-то отсылки на Представителя какой-то Ну, относительно Важной семьи И так далее Была ли это просто так Отсылка вброса в воздух Либо Ну, со смыслом Это, конечно, непонятно Давайте Читать В предыдущей главе Шла речь об огромной армии Или, вернее, о стаде Да, это не армия Это просто стадо Эшелотов И там же высказывались догадки О возможной причине Об условившей возникновение Подобных обширных сбореч Да, блин Ну, там же и говорилось, что киты боятся Киты избиваются в стада Потому что на них охотятся Для защиты чистоня Несмотря на то, что эти великие армии Время от времени Действительно встречаются в океанах Все же, как должно быть Уже заметил читатель И по сей день Нередко можно наткнуться На небольшие разрозненные косяки Насчитывающие голов 50 По большей мере Ну, это тоже, знаешь ли, немало Такие косяки известны под названием Школы Подожди, серьезно? Лол Они, как правило, бывают двух разновидностей Некоторые состоят почти из одних самок А другие включают из себя Только молодых резвивых самцов Или быков Как их именуют в простонаречии Ну, это реально какие-то коровы Буйволы Яки Вот серьезно Во главе школы самок Блин, это так забавно звучит Вы неизменно встречаете Приисполненного любезной заботливости Крупного самца Вполне взрослого, но не старого Который при малейшей тревоге Галантно прикрывает с тыла Отступление своих дам Ну, чисто гаремник китовий Блин, эти киты Собственно говоря, джентльмен этот Никто иной, как настоящий богатей турок Плавающий по белу свету В окружении своего гарема С его прелестями и ласками Я только что это сказал Еще раз говорю, в такие моменты Я не заглядываю наперед Я сам говорю, что думаю Понимаете? Контраст между этим турком И его наложницами разительный Он отличается весьма крупными Левиафоническими пропорциями В то время как дамы Даже совершенно взрослые Едва достигают трети Размеров среднего кита-самца Серьезно? Такие микрочейки? Да ну! Они, можно сказать, довольно изящные создания Читали, они превосходят По всей вероятности Полдежины ярдов в обхвате Ну чисто Ну это, конечно, фигня И все-таки нельзя отрицать Что в целом им свойственна Наследственная склонность К Энн Бонпоэн Это означает полнота Или дородность французского Ну потому что, ну, типа Может быть они там детенышей Уже вонашивают Либо чего-то вроде того Это забавно Забавно следить за тем Как такой Горел Вместе со своим господином Лениво прогуливается По волнам Подобно светским бездельникам Они постоянно находятся В движении Праздно гоняясь За новизной Их можно встретить В самый разгар Тропического сезона На экваторе Куда они, быть может Только что вернулись Проведя лето В северных морях Где ловко избегали Изнурительной летней жары Ну чисто в отпуск ездили Погуляв Достаточное время По променадам Экватора Они отправляются К восточным морям В предвкушении Прохладного сезона И тем самым Снова спасаются От излишней Высоких температур Кроме кажется Что я реально Энциклопедию читаю Но это супер интересно Когда во время Этих спокойных Переходов Милорду Киту Попадается на глаза Что-нибудь странное Или подозрительное Он с удвоенным Вниманием Начинает следить За своей Интересной Семейкой И воздумай Какой-нибудь встречный Непростительно Дерзкий Молодой Левиафан Позволит тебе Подойти На подозрительно Близкое Расстояние К одной из дам С какой свирепой Яростью Негодования Набрасывается На него Паша И гонит Прочь Ну вот Турецкие Отсылочки Пошли Кисто султан Что это за времена Настали Если бездравственные Молодые повесы Вроде него Могут безнаказанно Вторгаться В святая святых Благословенного Домашнего Очага Блин Это вот реально Тупо как люди Это просто Как люди Киты Хотя Впрочем Как бы не выбивался Паша из сил Он все равно Не сможет Заградить Даже Самому Отъявленному Лотарио Доступ В свою постель Ибо Увы Все рыбы И ночуют В одной постели Ну типа Море Как бы Да Тут Кит Он конечно Большой Но огромное стадо В одиночку Не покроет Ну по идее И как на суше Из-за дам Нередко вспыхивают Между их соперничающими Поклонниками Самые ужасные дуэли Так у китов Происходит Иной раз Смертельный схват И все Из-за любви Блин Серьезно Кушкин момент Происходит Но и не только Они фехтуют Длинными Нижними челюстями И скрестив их Надеются Каждый утвердить Своё превосходство Подобно Лосям Сплетающим В битве Свои рога Да Это кстати Вот Не только лоси Да еще Многие животные Этим занимаются Наверное Все Буквально Кто в стадах Живёт Это Даже У людей Происходит Только более Цивилизованно Как правило И немало известно Случаев Когда у Выловленного Кита Можно было Видеть Неизгладимые Следы Таких Столкновений Исполосованный Шрамами Лоб Выломанные Зубы Зазубренные Края Плавников А иногда Даже И вывихнутую Челюсть Блин Ну это Максимально Жизненно Конечно Но если Нарушитель Семинного Блаженства Готов Удариться В бегство Перед Повелителем Гарема При первой Попытке С его стороны Дать отпор Тогда Особенно Забавно Глядеть На победителя Кто-то Осторожно Протискивает Свою Огромную Тушу Назад Самую Гущу Гарема И Упивается Супружеским Счастьем В дразняющей Близости От юного Лотарио Словно Бесчастивый Соломон Поклоняющийся Господу В обществе Тысячи своих Наложников Понял Понял Нормально Нормально Очень забавно Что совсем Недавно Мы такую Историю Ну типа Слушали Ну и Те кто Смотрит Стримы Знают Про что Я говорю Если только По соседству Имеются Еще другие Киты Китолов Никогда Не станет Охотиться За таким Великим Султаном Ибо Великие Султаны Так расточительны В любви Что Запасы Жира У них Весьма Невелики А я Понял Кину Как бы Спермоцеп Вся фигня Вы понимаете Что же До сыновей Дочерей Которых Производят Они на свет Божий То этим Сыновьям И дочерьям Приходится Самим Заботиться О себе Или в лучшем Случае Довольствоваться Только Материнской Помощью Ибо Подобно Прочим Всеядным Бродячим Любовникам Чьи имена Здесь Можно было Перечислять Милорд Кит При всем Своем Пристрастии К будуару К детской Комнате Совершенно Равнодушен И будучи Великим Любителем Странствовать Оставляет За собой По всему Свету Своих Безымянных Отпрысков Которые Для него Все Чужаки Чужезенец Иностранец Блин Ну это Получается Альменты Платить Потом Термоцеп Со временем Однако Когда Пыл юности В нем Поубавится А голоды И приступы Сплина Приумножатся Божественного Отдохновения Короче говоря Когда общая усталость Хватит Пресвященного Турка Тогда Любовь К добродетели И покою Приходит На смену Любви К дамам Наш султан Выступает В новую полосу Своей жизни Полосу Бессилия Раскаяния И запоздалой Осторожности Он отрекается От престола Распускает ГРМ И Превратившись В добродетельного Ворчаливого Сарикашку Бродит В одиночестве Между параллелями Меридианами Китая молитвы И предостерегая Молодых левиафанов От ошибок Своей Любвеобильной Молодости Ну чисто Пророк Кит Мне это напоминает Какого-нибудь там Пророка Илью Или кого-то Вроде того И других подобных Челов Которых мы встречали По книге Да и люди Вообще В целом Китов С людьми Сравнивают Киты-одиночки Киты-интроверты Другие Киты Ну типа Киты-ненавистники И так далее Это все Невероятные Параллели Происходят Поскольку Китовый гарем Рыбаки Называют Школой Господин И властитель Этого гарема Именуется На промысле Учителем Понял Интересно Чем уж Он учит Так что Напрасно Он Хоть в этом И заключается Восхитительная Ирония Странствуя по свету После того Как сам Перестал посещать Школу Не проповедует Приобретенные Там познания Но твердит Всем Про их суетность И порочность И поблин Вот я провел Разгульную молодость И познавиде Не надо Посвятите свою жизнь Чему-то более полезному Но опять же Это же киты Кому Может быть Они об этом Вообще и не думают Титулом Учителя Он Надо полагать Обязан Не наименованию Своего гарема Однако Некоторые Читают Что тот Кто первым Присвоил Киту Султану Это звание Должно быть Ну Начитался Мемуаров Видека Заставив себе Красочное Представление О том Что за Славный Деревенский Учитель Был этот Знаменитый Француз Вне своей Молодости И какова Природа Тех оккультных Познаний Которых он Вбивал В головы Иным На такую Параллель Опять таки С реальным Ну с реальной Жизнью На какого-то Чела Да У которого Была разгульная Молодость А потом Он типа В старости Стал мудрецом Это типа Реальная Такая вещь И типа Запараллели На это Все на этом Замкнутая Сябособленность Каким обрекает Себя Кит Учитель На старости Лед Ожидает В равномерии Всех прочих Пожилых Кошелотов Кит Одиночка Как называют Обычно Склонных К уединению Левиафанов Почти неизменно Оказывается На поверку Древним Стариком Подобно Достопочтенному Замшелобородому Даниэлю Буну Он не желает Сеерпеть Позле себя Никого Кроме одной Природы Йо Берет он себе В жены Среди пустынных Вод И она Оказывается Для него Лучший из жен Хоть и хранит От него Немало Своих Хмурых Таин Блин Это очень Красиво Поэтично Школы Состоящие Из одних Только молодых Или полных сил Самцов О которых Упоминались Выше Рявляются Полную Противоположность Школам Гаремам Это тупо Гачий клуб В то время Как самки Китов Отличаются Чрезвычайной Пугливостью Молодые Самцы Или Как у нас Говорят Выки На 40 Бочек У нас Ага Заметно Превосходят Воинственность Всех Прочих Левиафанов И встреча С ними Дело Не шуточное Ну чисто Банда Опаснее Их Только Одни Чудовищные Седые Киты Которые Попадаются Довольно Редко Но Зато Уж Бьются Не на Жизе Насмерть Точно Дьяволы Разъяренные Каторжными Муками Подагры Вообще Не удивлюсь Если Моби Дик Это Один Из них Школы Сорокобоченных Быков Крупнее Чем Школы Самок Хотя Словно Толпа Молодых Шкалеров Скоростью Что Ни один Рассудительный Агент Не согласился Бы Выправить Им Страховой Полис Типа Знаешь Остановить Их За превышение Скорости Как не Согласился Б он Застраховать Какого Буяна Из Гарварда Или Еля Забавно Ну типа Камон Он все равно У него Будут Неприятности Однако Это Буйство У них Недолговечно Достигнув Трех Четвертей Своих Максимальных Размеров Они Разбредаются Каждый Сам По Себе И Рыщут По Океанам В Поисках Подходящей Партии То есть Гарема Вот это Жизнь Да Другое Различие Между Мужскими И женскими Китовыми Школами Еще Характернее В отношении Обоих Полов Если Вам К примеру Случится Подбить Одного Из Сорокобоченных Быков Увы Бедняга Товарищи Оставляют Его на Произвол Судьбы Но Попробуйте Подбить Одну Китиху Из Гарема Ее Подруги Сразу Заботливо Окружат Ее Порой Так Упорно И так Долго Оставаясь Подли Нее Что Сами Оказываются Жир Твой Охотник Интересно Типа Мужики Такие Типа Все Забейте На него Оставьте Его И такие Блин Дорогуша Тебя Подбили Какой Кошмар Какой Ужас Кстати На этом Глава Заканчивается И вновь Это просто Интересная Ну типа Любопытная Информация Про китовье Сообщество Просто Настоящая Морская Социология Происходит Здесь А Ребят Что думаете Вот И мне интересно Насчет Дальнейших Вот этих Продолжений Да Того Как все Это дело Будет Так что Прежде чем Туда Перейти Давайте Сделаем Как обычно Небольшой Ну Небольшой Небольшую Вставочку Да А Наша 89 Глава Называется Рыба на линии И ничейная Рыба Что Ну Линь Я напоминаю Это канаты Вообще-то Которые тянутся Ото строк и гарпунов Может быть И не только Может быть В целом Это то что Чему-то привязываются Там может К рыболовным Ловушкам И так далее Ну да Больше Больше Морских Примудростей И всякой информации Да Про это Это Интересно Иногда Почитать Ну Как мне кажется Вам не знаю Ссылка В позапрошенной главе Это вот где Китови и Армады На случай Когда тушу Забитого кита Оставляют на плаву Под флагом Да Кстати иногда Типа Если вдруг Чего То есть Ну там еще Вот да Осталось конечно Полторашка Страниц Но тем не менее Можете примерно Оценить Сколько мы уже Прочитали Вот Да Ну давай Ну разумеется Типа Как вообще Работает маркировка Китов Иногда Вот реально Это так Сходится С настроем Измаил Измаила Здесь Измаил В книге Максимальная Зануда Которая Все записывает Все запранирует Все запоминает Все объясняет И так далее Я думаю Вот прям Персонажа Перетекла Эта книга Больше чем Какое-то Ну объяснение Правил Да Так вот Нередко Случается Когда несколько Китобойцев Вдруг Ведут Промысел В одном месте И так Что вельбот С одного судна Подобьет Китан А добьет И остропят Его охотники С другого Сюда же Косвенно Примыкает И целый ряд Иных Непредвиденных Случайностей Так или иначе Связанных С этим общим условием Ну типа Рядом Два китобойца Или больше Работы Например Туша кита Пришвартованная После долгой Мучительной погони В результате Сильного шторма Оказывается Оторванная От корабельного Корпуса Отнесенная Ветром Далеко в сторону Она затем Попадается На глаза Другому китобойцу Который при полном Штили Спокойно Подтягивает От себя Не рискуя Ни жизнями Ни герпунами Типа честно Не знаю Из-за этого Между китоловами Могли бы возникнуть Самые неприятные Жестокие споры Не будь у них На все такие случаи Своих писаных Или не писаных Непреложных И всесильных законов Ну то есть Это чисто Кодекс Такой китоловный Получается Да Ну-ка смотри Кажется Единственный Официальный Китобойный Кодекс Да хватит Какой кодекс Да я не читаю Ребята Ну Может кажется Вам что я читаю Вообще Бросаю Я не бросаю Даже глаз дальше Ну честно Ну серьезно Я просто Ну я просто Погружаюсь в историю Ну серьезно Ну поверьте мне Ну блин Серьезно Так вот Кодекс Утвержденный Государственным Законодательным Актом Существовал Только в Голландии Он был принят Генеральными Штатами В 1695 году От Рождества Христова Угу Пару столетий Назад Ну от Действия книги Но несмотря На то что Никакая другая Нация Никогда Не имела Писаного Китобойного Кодекса Все же Американские Китоловы Были в этом деле Сами и законодатели И блюстители Закона То есть им не нужен Писанный Кодекс Они сами Они создали Свод правил Который Пожатости И выразительности Превосходит Пандекты И Сициана И устав Китайского Общества Борцов За невмешательство В чужие дела Я не шарю Но предполагаю Что такие Реальные Есть Да Эти законы Можно было бы Вычеканить На фартинге Королева Анны Или на лезвии Грапуна И носить на веревочке Вокруг шея Настолько Они короткие А да Их Их тупо Два Два Правила Китобойца Сори Рыбаная линия Принадлежит Владельцу Линия Ничейная рыба Принадлежит тому Кто первый Сумеет ее Вылог Понимаете да Право первенства И право Ну вы понимаете Так вот Но все загвоздства Тут в изувительной краткости Этого превосходного кодекса Который неизбежно требует Обширных и громоздких комментариев Ну разумеет Как и все в этой книге В целом Первое Что такое рыба на линии Окей Ладно Нет Ну это здорово Что книга поясняет Ну просто Не просто вбрасывает Я люблю просто Подробные комментарии Я думаю вы сами понимаете Да По моим огромным сериям И ну вообще по всему Потому что Ну я не люблю Когда просто вбрасывают Да поэтому Многие азиатские игры Не все Но многие я не люблю Они просто Ну и не только игры Они просто Вкидывают знаете Кучу в тебе информации И нихрена не объясняют Как будто бы Из разряда Ну такой молодой Максималист Сценарист такой взял И посмотрите Сколько у меня прикольных Задумок Придумок сделано Ну разъясню потом Когда нибудь В новой жизни А вы пока посмотрите На миллиард терминов Я такой не люблю Это не только азиаты Это многие делают Такое Я прям не могу Такое читать Такие тексты Так вот Ну это я Отвлекся лириком Так вот Что такое рыба на лине Мертвая или живая рыба Считается взятой на лень Если она связана С китобоицем Или вельботом В котором находятся люди Или хотя бы один человек Посредством чего угодно Мачты Весла Девятидюймового троса Телеграфного провода Или же паутинки Безразлично Понял Ну то есть Главная связь Показывалась Что бы Равным же образом Рыба считается взятой на лень Когда она оставлена Под флагом Или под иным известным знаком Принадлежности Ну то бишь Это буквально Знаешь Такой Ну такой Знаешь Приват Типа Это моё То есть Либо сразу Это должна быть связь Либо Флаг конкретного корабля Должен был быть в ней Но опять же Я думаю Кто-то Ну эти правила не выполняет Но тогда считаются Подлецами Наверное Если их раскрывают И в целом Это бесчестно считается Так вот Если конечно Установившая Такую веху Сторона Сможет доказать Свою способность Подобрать рыбу А также Появляет намерение Сделать это Так Ладно Таковы учёные комментарии Но комментарии Самих китолов Состоят подчас Из крепких выражений И ещё более крепких Тумаков Кулачный комментарий Кока Клилтарану Хм Клитлрону Клитлтону Клитлтону Да Серьёзно Разумеется Клилтарану Щёлкнул пальцами Перед носом И остроумный Списано языком Ну что типа Он такой Развёлся Потом такой Не Пигня Она моя Ну Вообще-то Люди не принадлежат Друг другу Да В целом Если подумать Если вы официально Разводились Уж тем более Так вот Эрскин тогда Защищал интересы Супруги И он заявил Что хоть этот джентльмен И первым Загархонил его Подзащитную Блин Как он пишет И какое-то время Держал её на олене Только по причине Огромного натяжения Её переносимого Норова Оставив её В конце концов Но всё-таки Он её оставил И она сделалась Ничейной рыбой Так что Когда впоследствии Другой джентльмен Вторично Загархонил её Леди перешла В собственность Этого Последующего Джентльмена Вместе со всеми Прочими гарпунами Какие в ней Бы уже не торчали Ха-ха-ха Блин Ооо Это золото Это просто Кто это писал Это просто Золото Ну я знаю Кто это писал Но это прекрасно В настоящем же Диле Эрскин Ограничился Замечанием о том Что примеры С китом И дамой Взаимнообратимые Поясняют друг друга Ну типа Камон Вы Этого кита потеряли Да что уж Там теперь Выслушав С должным вниманием Все эти соображения И возражения Ученейший Судья Непреложно Постановил Следующее Так Что касается Вильбота То он его Присудит И с сану Поскольку Они просто Оставили его Чтобы спасти Свои жизни Да ну типа Окей Чтобы вернули Там да За вильбот Потому что Ну это очевидно Вильбот Вильбот Тех кто первый Загарпунил Так вот Что же касается Спариваемого Кита Гарпунов И линя То они принадлежат Ответчикам Потому что Кит В момент поимки Представлял из себя Ничейную рыбу А гарпуны и линь Потому что С той минуты Когда кит Вырвался И ушел с ними Они перешли В его То есть Китовью Собственность Да Ну все Это Это внутри него Ну типа Эти же Эти же гарпуны Они могли там Внутрь него Проникнуть Ну как это обычно бывает И так далее То есть все Это кит Ну то есть Кита даже на мгновение Сделали юрлицом Вы представляете Лоу Так вот Так что Всякий Кто впоследствии Овладевал рыбой Приобретал Права и на них Боже Насколько это Максимально Юридически написано Языком Это просто Прекрасно Рыбы Овладели Ответчики Эрго Упомянутые Предметы Принадлежат им Эрго Это соответственно Вроде Если я правильно Помню Как я это Помню Ужас Простой человек Ознакомившись С этим решением Ученейшего судей Вероятно Стал бы возражать Но если Докопаться До основной Породы Под пластами Этого случая То два Великих Принципа Заложенные В двойном Китобойном Законе Цитированном Выше А теперь Примененные Разъяснимые Лордом Элленбору В связи С описанным Судебным Делом Эти сдвоенные Законы О рыбе На линии О ничейной Рыбе Окажутся Если поразмыслить Как следует Основами Общечеловеческой Юриспруденции Да Ибо При всей Ажурной Замысловатости Своей скульптуры Храм закона Подобно Храму Филистинлян Покоятся Лишь на Двух столпах Ну то есть Типа То есть Эти законы Китобойные Да Это не просто Китобойные Законы И Даже Юриспруденция На них Основывается И сейчас Пояснится Что имеется ввиду Смотрите Разве не у всех На устах Изречения Собственность Половина Закона То есть Независимо От того Каким путем Данный предмет Стал чей-то Собственностью Понимаете Он является Твоим Уже Но часто Собственность Это Весь закон А не половина Что представляет С собой Например Мускулы И души Крепостных В России Блин Или Рабов Республики Как не рыбу На линии Собственность На которую Есть Весь закон Да То есть Технически Это Ну Рабы Ну Крепостные Которые Принадлежат Помещику Блин Блин Мне так Нравятся Вот эти Отсылки На Что-то Наше Да Ну Учитывая То Что это Вообще Другого Конца Света Автор Писал Что-то Алчного Молодельца Последняя Полушка Бедной Вдовицы Как не рыба На линии То есть Все это Уты Узы Собственности Да А что Представляет Свой мраморный Дворец Вон Этого Неразоблаченного Преступника Повисшего На Повесившего На дверь Медную Дощечку Вместо Флага На палке Ну То есть Из разряда Что Огромный Дворец И на Входе Написано Чей он Типа И все же Признают Да Что Этот Он Твой Условно Говоря Даже Даже Те Ну Кто Не Спрашивает Ни Бумаги Ничего А просто Такой Подходит Читает А Ну Это Огромный Дом Такого Это Чувака Ну По идее Да Так Вот Разве Сужая Тому Займ Для Прокормления Семейства Разве Этот Грабительский Процент Не Рыба На Лине То есть Это Опять Таки Путы Путы Узы Ну Этого Закона Опять Таки А что Такой Доход 100000 фунтов Стерлингов Отрываемые Для себя Епископом Душеспасителем От Схудного Куска Хлеба С сыром Сотен Тысяч Изнуренных Тружеников Это Просто Чисто Папа Римский Каждому Из которых Уж Конечно И без Душеспасителя Уготовано Спасение Души Блин Сдрей Просто Максимально Сейчас Проскользнул Момент С Атеизмом Да Это Забавно Что Такое Наследственные Города Или Деревни Герцога Болвана Как Не Рыба На Лине Ну Типа Это Все Связи Что Такое Бедная Ирландия Для Грозного Гарпунщика Джона Буля Как Не Рыба На Лине Этот Щел Который Ее Присоединил Да В Этому Королевскую Да Как он Называет United Kingdom Да Ну По факту Что Для Апостольского Метателя Остроги Брата Джонатана Представляет С собой Техас Как Не Рыба На Лине Изо Всех Этих Примерах Разве Собственность Не Весь Закон Да То Что Типа Имеешь Значит Все Свидули Но Если Доктрина О рыбе На Лине Находит Столь Широкое Применение Да То Уж Родственная Доктрина О ничейной Рыбе И Подавная Она Имеет Всемирное Вселенское Применение Ну Из Разряда Ну Ну Этот Кто успел Тот Точнее Да Это Буквально Кто успел Тот И съел Да Означает Файндер Скиперс Буквально Вот Стягивание Гарпуном Это Блин Как мне нравится Что он Какие-то Знаешь Китоловные Премудрости Берет И параллелит На все Мироздание Этот Мельвил Как будто Ну Как будто Просто Максимально Это все Превознося До уровня Главенствующего Просто в мире Смотри Чем Как не Ничейной Рыбой Была Америка В 1492 Году Когда Колумб Воткнул В нее Испанский Штандарт И оставил ее Под флагом Для своих Царственных Покровителей И покровительницы Ну Типа Взял И типа Это мое Было Ничейное Стало Мое Хотя Ну Было Индейцев Но я Я Я забрал Чем Была Польша Для русского Царя Ну Типа Раздел Вся фигня Помните Да Или Греция Для турок Ну Технически Константинополь Это все Потом Да Это же Османская Империя Стала Если подумать Пришла И сделала И своей Колонией Чем Наконец Будет Техас Для Соединенных Штатов Опять-таки Ничейной Рыбой Да Оно станет Просто их Частью Потому что Ну а кто Еще претензию Заявит Да Что такое Права Человека И свобода Всех народов Как не Ничейная Рыба И разве Не является Ничейной Рыбой Умы И мнения Всех Людей Или Их Религиозные Верования Разве Для ловкачей Налетчиков И буквоедов Мысли мудрецов Не служат Ничейной Рыбой И сам шар Земной Не просто ли Ничейная Рыба Да и ты Читатель Разве Ты не Ничья Рыба И одновременно Разве Не рыба На линии Блин У меня Сейчас Башка Взорвется Ну то есть Ты Буквально Я понимаю Суть Что Есть Что-то Ничейное На что Ты всегда Кто-то Может Заявить Права Или Наоборот Что-то На что Уже Права Заявлены Условно Говоря И люди Все Это буквально С одной Стороны Максимально Независимые Существа Да И с другой Стороны Рукам И ногам Связаны Кучей Связей Со всем Чем угодно Да Ну то есть Это буквально Всемирные Простые Законы Да Которые Спорить Как будто Бы Ну Это Нужно Постараться Блин Это Это Забавно И об этом Реально Можно Очень Долго Просмыслить Вроде книга Про китов А Кинуть Огромный Вдумайтесь Момент И Вести Огромные Философические Дебаты Длиной До Я не знаю Скончания Мира Я не знаю Я каждый раз Когда Читаю эту книгу У меня начинает Слог быть Как здесь Я не знаю Когда я разговариваю Так что Вот и думайте Как говорится Да А мы пока что Перейдем дальше Но сначала Как обычно Сделаем перерыв Ну Типа Ставоч Типа Ну И Наконец Таки Девяностое Да Глава Так что Еще раз Можете Поздравить Мы достигли Очередной Веки Будет Называться Хвосты Или Головы Что Бо Это Блин Не Значило И Самое Забавное Что У Этой Главы Есть Цитата Во главе Как эпиграф Такой И Тут Написано Дебалиена Вера Сувцит Сирекс Хабит Капут Эль Реджина Куда Типа От кита Довольно Будет Если голову Получит Король А хвост Королева Это причем Книга Из законов Англии Если что В тех времен То есть Это буквально Ну Законодательный Кодекс Одной из Крупнейших Империй Того времени И там буквально Про кита Говорится Что голова Принадлежит Королю А хвост Принадлежит Королеве А все остальное Забирается Типа Сейчас про Королевскую рыбу Да Нам же говорили Что Кит это Королевская рыба Так вот Это латинская цитата Из книги Законов Англии Взятая В контексте Означает Что от всякого Кита Выловленного Кем бы то ни было У берегов Этой страны Королю Как почетному Магистру Ордена Китобоев Принадлежит Голова А королеве Соответственно Хвост Но для кита Такое разделение Равно сильно Деление пополам В середине Ничего не останется Ха-ха-ха Но по факту Да И поскольку Закон этот В несколько Измененном виде И по сей день Имеет в Англии Силу И поскольку Он во многих Отношениях Представляет Решительное Отступление От общего Закона О рыбе на линии Ничейной рыбе Ну то есть Потому что Ворвался король И такой Наплевать Вообще Кто там выводил Оно моё Да Это буквально Ну Это буквально Другой уровень Власти И с правительствами Стран Как будто бы То же самое Они могут взять И там Свои законы Написать Все перечеркнув Например Или просто Воспользоваться Первенством И главенствующим Положением Своим Да Ну так вот Так вот И поэтому Здесь Этому посвящается Особая глава По тем же Самым Соображениям Учтивости Что заставляет Английские Железнодорожные Власти Тратятся На содержание Специальных Вагонов Предназначенных Для членов Королевской Фамилии Типа Давайте Поясним Почему так Для начала Я В качестве Любопытного Подтверждения Того Что Вышеупомянутый Закон Все еще В селе Позволю себе Описать Здесь одно Событие Случившееся Не более Как Всего лишь Два года Тому назад Так Ладно Хорошо Где-то Возле Дувра Сэндвича Или Другого Такие есть Да Нескольким Честным Рыбакам После жаркой Погони Удалось Убить И вытащить На берег Великолепного Кита Которого Они заметили Первоначально Далеко В море Ну то есть Они его Просто Загнали Поближе К берегам Все Пять портов Находятся В частичном Или еще В каком-то Ведении У своего рода Полисмена Или педеля Именуемого Лордом Управителем Ну вот Что-то есть Даже я Такое Слышал А так как Он получает Этот пост Непосредственно От короны Все королевские Доходы Поступающие С территории Пяти портов Достается Понятно Прямо Ему Некоторые лица Называют Этот пост Синекурой Типа Что? Ну Из разряда Что Ну Максимально Почетное место Да Но они Не правы Дело в том Что Лорд-управитель Часто бывает Занят Вымогательством Причитающихся Ему Доходов Которые Потому Только Причитаются Ему Что он Умеет И выхвымогать А в этом Плане Что типа Он нифига Не заработал А просто Ему Ну Просто Положено Так Вот и все Законы И вот Когда эти Бедные Опаленные Солнцем Рыбаки Разувшись И заточив Брюки Выше точек Коленку С трудом Выволокли Свою жирную Добычу На сухое место Сулять Добрых Полтораста Фунтов Стерлингов От продажи Драгоценного Масла И луса И в мечтах Своих Уже попивая С женами Ароматные Чаи А с приятелями Крепки Эль Счет своей Доли От общего Дохода На сцену Вдруг Выходит Весьма Ученый И преисполненный Пламенного Христианского Человеколюбия Джентльмен С толстым Блэксоном Под мышкой И опустив Этот дом На голову Кита Говорит Ну типа Все Из разряда Юрист Какой-то Выскочил И такой Говорит Руки Прочь Это рыба Господа Взята на лень Я изымаю ее Как принадлежащую Лорду Управителю Просто Он просто Как черт из табакерки Услышав такое Бедные рыбаки Охвачены Почтительным Ужасом Чувственным Подлинно Английским Не знают Что сказать И все Как один Принимаются Отчаянно Скрести В затылках Переводя В то же время Разочарованный Взгляд Скитаны Незнакомцы Из разряда Ну типа Ну Все Закон Закон Этот Кит коснулся Берега Нашего Значит он Наш Но этим Делу не поможешь И несколько Не смягчишь Жестухого сердца Ученого Джентльмена С Блэкстоном И тогда Один из них Долго Наскребавший У себя В затылке Кое-какие мысли Отваживается Заговорить Так Простите Сэр Но Кто такой Лорд-управитель То ли Дурачка Играет То ли Решает По-умному Сыграть И тот Такой Герцог А рыбак Но ведь Герцог Эту рыбу Не ловил А он Говорит Этот юрист Ну так Она принадлежит Герцогу Все равно А рыбак Мы немало Потрудились Рисковали Жизнью Да и потратились И неужели Все это Должно Пойти в пользу Герцога А мы За все наши Труды и Мозоли Останемся Ни с чем А тут просто Тоже Рыба Принадлежит Ему Этот такой Разве Герцог Настолько Беден Чтобы Нищета Вынуждала Его добывать Тебе пропитание Таким Отчаянным Способом Ну это По факту Это По человеческим Законам Это правда А он Такой Рыба Принадлежит Ему Твою Мать Законы Гребаные А я Рассчитывал Из своей Доли Помочь Моей Бедной Больной Матери Говорит Рыбак А этот Такой Как Как Попугай Продолжает Рыба Принадлежит Ему Блин Может быть Герцог удовлетворится Четвертью Или Половиной Этой Рыбы А тут Такой Она Принадлежит Ему Вся Блин Ну это Только Человеческие Приколы Да Короче говоря Кита Отобрали И продали Его Можно было бы С некоторой Натяжкой В какой-то Степени Все же Рассматривать Как не очень Справедливый С натяжкой По-моему Это Роквел Сейчас происходит От Ну от Измаила То есть Это в Англии Такая только Фигня происходит Да В других Странах Такого нет Я так понимаю Да Один Честный Священник Из города Почтительно Образился К его Милости С письмом Умоляя Его отнестись К этому Случаю И к Несчастным Рыбакам Со всем Возможным Пониманием На что Милорд Герцик Ответил И кстати Все это Было опубликовано В газетах Ну то бишь Чтобы все Видели Что он Именно так И поступил И уже Получил все Деньги И что Он был бы Признателен Достопочтенному Джентльмену Если бы Он в будущем Воздержался От вмешательства Не в свое Дело Ммм Неужели Это Тот же самый Все еще Бодрый Старый Вояка Что Стоя Теперь По углам Трех Разряда Знаешь Ну я Получил Деньги Ну я Их Направлю Типа Короне И они Пойдут Уже Во благо Людей Ну из Разряда Знаешь Такая Коммунистическая Вещь Что Ну Кита Поймали Молодцы Но Себе Не присваиваете Все Во благо Общество И так Далее Просто Легко Заметить Что в данном Случа Право на Кита Которое Приписывалось Себе Герц Было Передано Ему Его Сюзерен Ну то есть Это как бы Королевская Королевская Власть А не Герцога А он Просто Как бы Ставленник Короля Поэтому Вот Необходимо Поэтому Выяснить На каком Основании Принадлежит Это право Самому Сюзерену Ну типа Король То откуда Ну то есть Знаешь Это все равно Что Пытаться Там Вылезет Какой-нибудь Там Высоковоставленный Там Коррупированный Чиновник У которого Все схвачен И скажет Какой-то Прикол А ты Попробуй Еще Его Отсуди Сам Не рад Окажешься Особенно Вот Наше Время В Какое-то Ну и Сейчас В стабилизованных Странах Это работает Получше Конечно Но Не везде Так вот Что Гласит Закон Мы уже Знаем Типа Король Все Но Плаудон Обосновывает Его Следующим Образом Пойманый У берега Кит Утверждает Плаудон Плаудон Это Дай-ка Я еще раз Посмотрю Без понятия Принадлежит Королю и королеве По причине Своих Превосходных Качеств А И все Глубокомысленные Комментаторы Признают это Совершенно Неоспоримым Аргументом А да Ну типа Королевская рыба Ну типа Все Королевская рыба Потому что Она величественна Как король И Кто Достоин Только этого Дела Как не король Ну Ну Типа Да Ну блин Ну а кто Что Рыбаки Достойны Такой Величественной Рыбы Или кто Ну почему Именно голова Должна достаться Королю А королеве Хво Что Вы скажете На это О премудрые Законники Блин Эти законы Просто Ааа Ладно Ну окей А тут Почему Такое разделение В своем Трактате Золото Королевы Или Деньги Королеве На булавке Такая книга Есть Некто Уильям Брин Старинный Автор И член Суда Королевской Семьи Скамье Рассуждает так Хвост же Идет Королеве Дабы Гардероб Королевы Не имел Недостатка В китовьем Усе Конечно Эти слова Были написаны В те времена Когда упругий Черный ус Гренландского Или настоящего Кита Шел по большей части На дамские Корсеты Но ведь Усу Этого Кита Не в хвосте А в голове Так что Здесь допущена Ошибка Довольно Грубая Для такого Премудрого Законоведа Как Прин По факту Что ж Разве Королева Русалка Что мы Должны Преподносить Ей хвост Быть может Здесь заключен Скрытый Насказательный Смысл Блин Мне так Нравятся Рассуждения В этой книге Они такие С юмором И Вроде как Со Смыслом И так Далее Существует Две Королевские Рыбы Особо Титулованы Английскими Законоведами Это Кит И Осеток Тот и Другой Объявляются С некоторыми Оговорками Собственностью Короны Официально Составляет Десятую Статью Регулярных Государственных Доходов Ну потому что Это настолько Выгодная Вещь Что присваивают Просто короли Себе Боюсь что Ни один автор Кроме меня Об этом не упоминает Но По моему Осетра Следует Делить Таким же Образом Как и Кита Предоставляя Королю Рыбью Голову Расславленную Непробиваемостью Своих Эластичных Лавиных Хрящей Что может Быть В шутку Обоснованно Если подойти К вопросу С точки зрения Символической Некоторым Взаимным Сходством В итоге Окажется Что Все В мире Имеет Смысл Даже Законы Блин Вы понимаете Этот Голова Закончена Этот Извоил Он так Издевается Ну то есть Видно Что он Образованный Он Умный Он Буквально Эрудированный Что он Даже Может Ну Типа Максимально Метафорично И красиво Издеваться Над чем-то Что это Будет Ну Максимально Так Знаете Максимально Хитро Сказано Что Тупой Не поймет Что над тобой Издеваются Даже Из разряда Что Эти законы Ну Если по простому Что эти законы Это какая-то Тупая Фигня И может быть Королю Стоит брать Бошку Рыбью Тоже Потому что Она такая же Непробиваемая Блин В своей Тупости Как и вот Этого Парниша Который Наверху Сидит И восстанавливает Такие законы Блин Обдирающие Обычных Людей Блин Этот Мельвил Ну вообще Этот Измаил Это же Просто Ну это Это же Очень Хорошо Я не знаю На этом Кстати мы Сегодня Закончим И дальше Будут Очень Интересные Телодвижения И сегодня Мы Как-то По Ну как Какому-то Основному Сюжету Если так Можно сказать Никуда Толком То Не проплыем Ну типа Мы плывем Но Не всегда Даже Не в каждый День Этого Плавания Огромного Случаются Какие-то Интересные События Поэтому Они Забиваются Вот такими Рассуждениями Информацией И так далее Это прикольно Не знаю Мне нравится Вот так вот Иногда сесть Вечерком Почитать Книгу Надиктовать Ее вам Я надеюсь Что и вам Тоже Потому что Ну это Замечательно И я С удовольствием Надеюсь Как и многие Из вас Буду ждать Продолжение И даже Будет немного Печально Когда мы Ее дочитаем Потому что Ну я Такого Чтива Не читал Никогда Конечно Что-то Такое Уникальное Самобытное А пока что Мы на этом Закончим Огромное спасибо Всем тем Кто слушал Если вам Выпуск понравился Разумеется Ставьте там Лайки Проверяйте там Подписки Там Уведы И так далее И разумеется Комментируйте Если вам есть Чего написать Потому что Ну Ну Мне бы Мне бы было бы Очень интересно Чего-то послушать Хотя бы Да Хотя бы Пинги какие-то Насчет Ну Типа Что Как Книга И так далее Потому что Почему я это прошу Потому что Мало людей В принципе Как-то Реагирует На эти выпуски Кто-то смотрит И у меня возникает Ощущение Что Ну Многие люди Ну Типа Многие люди Не знаю Которые Это дело Не смотрят Они многое теряют Вот Даже тогда Когда оно выходит На ютубе Ну ладно Так или иначе Как и всегда Залетайте на стримы Или смотрите Записи Трансляции Если вам это интересно Те необходимые Ссылочки На поддержку Канала Или Соцсети В описании Канала Там В описании Под видео Или в шапке Канала Как вам удобно Те кто уже Поддерживают Видосы И вот это вот Все и меня В целом Огромнейшее вам Спасибо Ребята А кто нет Залетайте На буст И смотрите Чего там есть Все еще Можете поддержать Мои Начинания В плане целей Да Или просто Поддержать меня Ну и Обязательно Залетайте На наш дискорд Там Интересно И там Идет Часто распределение Ассоциаций Хана Фаранга Кому Это Будет Интересно Тоже Там я Придумаю Какие-то Какие-нибудь Уникалочки Потом Ну и ладно Вот так Вот так Увидимся с вами В следующий раз Когда бы он Не наступил И чтобы вы У меня Не смотрели Надеюсь Что у вас Все прекрасно Хорошего вам дня Всем удачи И пока Пока ребята